На этом уроке мы с вами проведем полный подробный грамматический разбор 14-го айта «И низвели мы из туч, переполненных водой, которая готова вот-вот пролить его, но еще не пролили, низвели из этих туч обильную воду». В этом айте дождевые тучи подоблены женщине, у которых вот-вот должны начаться месячные, но еще не начались. На такой смысл указывает слово «Аль-Маусурат», которое образовано по породе «Афаля», которое может указывать на разные значения. Если мы здесь скажем, что под словом «Аль-Маусурат» имеются в виду тучи, а это наиболее верное толкование этого айта, то тогда харф «Мин» будет указывать на свое основное значение, на начало, на исходную точку или исходное место, а «Аль-Маусурат» будет непереходным глаголом, то есть смысл будет таким. Низведение воды начинается с выжимающихся облаков или туч. Если же мы скажем, что под словом «Аль-Маусурат» подразумевается «ветры», то тогда харф «Мин» будет в значении харф «Аль-Ба», то есть посредством ветров. Или же «Мин» здесь указывает на причинность, то есть по причине ветров. Слово «Аль-Маусурат» будет переходным, то есть низвели посредством выжимающих туч ветров обильную воду. О значениях породы «Афала», по которой образовано слово «Аль-Маусурат» мы подробно поговорим, иншаллах, в части морфологии, где мы затронем среди примеров этот аят. Приступим к разбору этого аята. Ваанзальна, аль-Вау-Ва Аль-Вау — это харф «Адфин» — союзная частица С неизменяемым окончанием, с постоянной фатхи на конце Анзальна Анзальна это глагол, это фиулин мадын, это глагол прощающего времени С неизменяемым окончанием, с постоянным суконом на конце Почему? Литтисалихи бидомиры ррафа ил мутахаррик Потому что этот глагол присоединен к огласованному местоменю падежа аррафа На местомене на, на здесь это дамирын муттасылюн, слитное местомене Мабниун аля сукуни, с неизменяемым окончанием, с постоянным суконом на конце Фи махалли рраф ин фаал, то есть на месте падежа арраф, то есть на месте именителя падежа Фааль, то есть действующее лицо Мин аль маусурати, мин это харфу джарин, предлог родителю падежа, предлог падежа аль джар Мабниун аля сукуни, с неизменяемым окончанием, с постоянным суконом на конце А если кто-то спросит, как утверждает, что здесь на конце суккун, в то время как мы видим на его конце фатху. На этом мы скажем. Его окончание, то есть буква нун, получило огласовку фатху во избежание встречи двух суккунов. Суккуна буква нун на конце первого слова и суккуна артикля аль, то есть буква лам, находящаяся в начале второго слова. Значит нун суккуном, после которого сядь лам суккуном. А если кто-то спросит, а почему вы дали окончание этого харфа мин фатху, а не касру, как в случае со словосочетанием аниннабай, ведь там же такой же харфу джар ан, более того у него на конце буква нун, как и здесь. Дело в том, что здесь в примере мин предшествующая буква нун, буква мин имеет касру. И если бы мы дали касру буквину тоже, сказал миниль ма сирати ани миналь, то это привело бы к трудности произношения, что противоречит этому правилу, которое применяется ради легкости произношения и благозвучия, или скажем, плавного перехода от одного слова к другому. Вот поэтому-то мы и оточли от этого основного правила, гласящего, что при встрече двух суккунов в основе первый суккун превращается в касру. Произношение подряд двух каср считается трудным, поэтому мы дали окончание не касру, а фатфу. Дальше, аль-Маусырат. Аль-Маусырат это Исман Маджрур Мбимин. Это имя, поставленное предлогом родительного падежа Мин в состоянии Аль-Джар, в родительном падеже. Ва-Аламуты Джарихи признаком состояния Аль-Джар в этом имени являются Аль-Касрат-Аз-Захируту Аля-Ахирихин. Явные касры, которые проявляются над его окончанием. Почему касры? Потому что аль-Маусырат это Джаму'ль-Муэннафис-Салиму. Целая форма множественного числа женского рода. А если быть точнее, то это множественное число, образованное путем добавления на конце букв алифа и та. Дальше, валь-Джарру валь-Маджруру, то есть харфу Джарри и алисмуль-Маджруру бихи, то есть предлог родительного падежа и поставленное им в состояние Аль-Джар-Имя, оба они мута'аликани, то есть связаны, состоят в смысловой связке с глаголом Аль-Зальна. Дальше, Ма-Ан. Ма-Ан это маф'ууль бихи, прямое дополнение, то есть низвели кого-что, низвели воду. Но об этом мы поговорим, иншаллав, в другом аяте. Аль-Хамду Лиллях, Раббил Аил, Амин. Продолжение следует...